Если вы принесли с собой Библии, давайте откроем книгу Второзакония, 28 главу. Второзаконие, 28 глава. Когда вы найдете 28 главу книги Второзакония, я хочу, чтобы вы нашли 47 стих. 28 глава, 47 стих. Хочу напомнить вам, что своим приходом в церковь сегодня вы почтили Бога. Любые жизненные неудачи связаны с тем, что человек не почитает Бога. А любой успех связан с почтением. Вы почтили Бога сегодня тем, что пришли сюда, ведь Библия призывает нас не оставлять своего собрания. Мы должны делать все для того, чтобы приходить в церковь и тем самым почитать Бога. Я хочу показать вам то, что считаю самым важным. Я действительно так считаю, серьезно. Я даже шутить не буду сегодня. Потому что это так важно. Это исток всего. Когда вы поймете это, вы узнаете, почему не получали ответа на некоторые молитвы. Почему не видели урожая, хотя и сеяли, как написано в Библии. Вы поймете, почему в вашей жизни не работают библейские принципы. Друзья мои, успех определяется нашим отношением или настроем. Сегодня я буду говорить о настрое любви. Это так важно. Настрой любви. Давайте прочитаем 47 и 48 стих вместе вслух. Готовы? Читаем. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ермо, так что измучит тебя. Послушайте, как это звучит в расширенном переводе Библии. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с радостными мыслями и веселым сердцем, и с благодарностью, то есть с благодарностью за то, что Бог для вас сделал, с благодарностью за изобилие всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. Правильнее сказать, врагу, которого Господь допустит к тебе в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Друзья мои, это нищета. Это нищета. Он возложит на шею твою железное ермо, которое уничтожит вас. Вот какой смысл заложен в этом стихе. Из-за неблагодарности и потому, что мы не ценим и не радуемся тому, что Бог сделал для нас, из-за нашего неправильного отношения, здесь написано, придется служить своему врагу, который есть нищета. Если и существует причина, по которой сейчас наша страна проходит через такие трудности и кризис, то это прежде всего то, что люди в стране восстали против Божьего Слова. Больше нет уважения к Богу. А во-вторых, нельзя причинять вред Израилю. Этого дальше пытаться делать нельзя. Это так ясно. Неудачи ждут любого, кто будет противостоять Израилю. В мире грядут очень интересные события. А потому христиане должны уметь поступать разумно и задействовать Божью силу, чтобы тысячи пали с одной стороны и десятки тысяч с другой, но не приблизились к нам. Я официально заявляю, что сегодня же мы должны прекратить играть в церковь. Мы должны уже сейчас начать жить по Слову Божьему, чтобы Божьи благословения вошли в нашу жизнь и чтобы мы могли делать то, чего мир не понимает. Чтобы мы могли добиваться того, чего мир не понимает. Среди полицейских, являющихся прихожанами нашей церкви, есть Тэмми. Как ее фамилия? Она была признана лучшим полицейским года всего округа. Она из тех людей, которые добиваются выдающихся результатов. Можно упомянуть Холлифилда, которому уже 47 или 48 лет, но он продолжает побеждать. Понимаете? Это и есть благословение в жизни. Есть и другие выдающиеся люди, и мир не понимает, как им удается добиваться таких результатов. Все дело в благословении, которое поднимает способности людей. И даже мы не всегда понимаем, как это происходит, но все каким-то образом становится на свои места. Послушайте, что я вам хочу сказать. Нам нужно научиться быть благодарными и иметь правильный настрой, чтобы у нас получалось то, что мы делаем в своей жизни. Давайте уделим какое-то время настрою. Что это такое? Представьте себе, что это самолет. Настрой — это расположение, душевное состояние, настрой умственный и эмоциональный. И если самолет взлетит и будет сохранять правильное положение, то это определит его высоту. Значит, высота зависит от настроя, от положения. Самолет должен быть правильно настроен. Тогда он правильно взлетит и сохранит нужную высоту, то есть главный настрой. А теперь, если он взлетит, но потом у него собьются настройки, то он займет неправильное положение, изменится высота, и это может привести к катастрофе. Если, проснувшись в понедельник утром, вы прокручиваете негативные мысли, ваши эмоции тоже на спаде, то с таким настроением вы начнете день. Ваше настроение будет определять, как пройдет этот день. Вы можете проснуться и не очень хорошо себя чувствовать, но это не должно влиять на ваше настроение. Вы можете настроить себя жить в соответствии с Божьим словом, и это определит то, какими будут ваши результаты. Вы допускаете, чтобы ваши эмоции определяли ваше душевное состояние, ваше настроение. А вы должны сделать так, чтобы Божье слово определяло ваш настрой и влияло на ваше настроение. Когда я настраиваю себя в унисон со Словом Божьим, то и мое настроение будет созвучно Слову. И потому, что я настроен на успех, я буду успешен. Психологи часто говорят о важности настроя, но многие люди скептически относятся к этому. Однако, друзья мои, это действительно важно. В Божьем слове написано, так как вы не настроили себя на радость и на благодарность, вы живете так, как настроились жить. Если ваши мысли не в ладу с Божьим словом, то и жизнь ваша не в ладу с Божьими помыслами. Ваш настрой определяет вашу жизнь. Измените свое мышление и изменится ваша жизнь. Аминь. Успешность вашей жизни зависит от ваших мыслей и эмоций. И если вы настроились послушаться Божьему слову, поступать по слову, то вы настроились на то, что приведет вас к успеху. Многие люди этого не понимают. Они позволяют внешним событиям управлять их настроением. А это неизбежно приводит к неудачам. Это последствия внутреннего настроя. Вся ваша жизнь может преобразиться только если вы осознаете, что сами создаете свое настроение. Настроены ли вы против Божьего слова? Настроены ли вы постоянно на негатив? Не знаю, на что вы настроены, но это удерживает вас от успеха. Если что-то не удается в вашей жизни, вы можете найти первопричину этого в том, на что вы настроили себя мысленно. Это и есть настрой. Ваш настрой и есть ваша высота. Если настрой соответствует Божьему слову, то и результаты будут соответствовать Божьему слову. Корень любой неудачи в жизни — это непочтение к Божьему слову, потому что, когда мы поступаем вопреки Божьему слову, это непочтительность. Настрой определяет высоту полета. То, как идет ваша жизнь, зависит от того, как высоко вы настроились подняться. Если вы считаете себя неудачником, то вы действительно такой. Это ваш уровень. Если вы думаете, что вы трусливы, значит, это так. Это ваше положение. Даже если вы хотите побеждать, но думаете, что не сможете победить, это гарантия того, что вы никогда не победите, потому что вы настроили себя на поражение. Если вы думаете, что проиграете, вы уже проиграли, потому что и успех, и поражение начинаются с внутреннего настроя. Если вы думаете, что вас ждет падение, так и будет. Вы должны настроить себя на победу, прежде чем вы сможете победить. Думайте о том, что у вас получится, и у вас действительно получится. Все в вашей голове. Побеждает не тот, кто быстрее, сильнее и умнее, а тот, кто знает, что может победить, кто настроил себя на победу. Вы меня понимаете? Здесь написано, потому что вы не настроились правильно, потому что ваш настрой противоречит Божьему Слову, и я допущу, чтобы вы служили своему врагу. И вместо того, чтобы служить благополучию, за которое вы не были благодарны, вместо того, чтобы служить успеху, за который вы не были благодарны, я допущу, чтобы вы служили своему врагу, нищете. И все это там. Если вы остаетесь в нужде, причину можно найти в вашем непочтении к Богу. Если сегодня вы сможете изменить свой настрой, каждый раз, когда у вас будет ускушение мыслить негативно, напомните себе, «Я не допущу этого, потому что это приведет меня туда, где я не хочу оказаться». Все начинается с того, как вы просыпаетесь утром и на что вы себя настраиваете. В субботу утром я чувствовал себя усталым. Я зашел в свою ванную комнату и произнес вслух, «Сегодня будет хороший день. Этот день будет успешным для меня». Я просто цитирую Божье Слово и настраиваю себя. И знаете что? Это был чудесный день. Все складывается наилучшим образом, когда вы настраиваете себя на то, чтобы верить и любить. Все здесь, друзья мои. Все вот здесь. Если вы не хотите служить нищете, или вы устали служить нищете, вы должны понять, что бы вы ни делали для Бога, будь то финансовое даяние или молитва, вы должны быть настроены на любовь. Вы должны с любовью делать то, что вы делаете. А что я называю любовью в этом контексте? Это радостная обязанность. Вы не только преданы Богу, но и радостно преданы Ему. Вы радуетесь этому. Вы радуетесь своей преданности Богу. Вас радует то, что вы делаете для Бога. А теперь давайте откроем книгу пророка Еремии, 23 главу. Иеремии, 23 глава. 23 глава, 36 стих. Прочитаем с 36 по 39 стих. Готовы? Читаем. А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь за то, что вы говорите слово сие бремя от Господа, за то, вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего. И все это потому, что вы продолжаете называть это бременем. Бог говорит, у вас не будет благополучной и успешной жизни, если вы будете видеть в служении Богу бремя, если вы будете видеть в десятине бремя, если вы будете видеть в молитве бремя, если вы будете считать свое призвание бременем. Я уверен, что многие из вас слышали, как другие люди в стремлении выглядеть духовными говорили, Господь возложил на меня бремя. А Бог говорит, так не говорите. То, что вы делаете для Бога, не должно быть бременем. Это неправильная позиция. Вы ведь не хотите быть бременем для других людей, не так ли? Если вы узнаете, что для кого-то вы бремя, вы, я надеюсь, говорите, я не хочу ни для кого быть бременем. И если я для тебя бремя, я уйду. Так же говорит и Бог. Я не хочу быть бременем. Если я такое бремя для вас, тогда я прогоню вас от лица своего. Я не хочу быть бременем для вас. Но некоторые люди, стремясь выглядеть духовными, говорят, Господь возложил на меня бремя приводить людей ко спасению. Если Бог призвал вас приводить людей ко спасению, это не должно быть бременем. Это должно быть великой радостью и великой привилегией приводить людей ко спасению. Это не бремя. Это хорошая возможность, друг мой. Это привилегия, это честь быть призванным к молитве за церковь. Не говорите этого. Не должно быть таких речей в устах христианина. Не говорите этого, потому что когда вы говорите, что это бремя, тогда ваши слова становятся бременем для вас, и в вашей жизни не будет достижений и свершений, потому что все свои дела вы считаете бременем. Ходить в церковь – бремя. Совместная молитва – бремя. Опять нужно идти в церковь – это бремя. О, опять нужно сидеть и слушать эту проповедь – о, это бремя. О, Боже, опять нужно давать десятину – это бремя. О, Иисус, у меня есть первые плоды, но я не хочу жертвовать от них, но я все равно пожертвую, потому что хочу поступать правильно. Вы полагаете, что делая что-то из чувства долга, вы добьетесь успеха? Нет. Можно делать что-то только потому, что вы должны без сердца, и это не будет приносить никакого плода в вашей жизни. Нам нужно вернуть ту радость о служении Богу, которая была у нас раньше. Если это такое бремя, но вы все равно делаете. Я все равно приду в церковь, хотя на улице плохая погода. Лучше бы остались дома в своей постели. Потому что ничего хорошего не будет. И не может быть. Я знаю, что вы – жертвенные люди. Но не нужно считать все жертвой. Мы воздаем жертву хвалы. Вы даже этого не желаете делать. Вот что происходит, когда даяние Господу становится бременем, то и вся ваша жизнь становится бременем. Все дело в отношении. Дело в том, как вы делаете это. Главное – мотивы. Что побуждает вас поступать так? Прекратите служить Богу так, словно это бремя. Прекратите молиться, словно молитва – это бремя. Написано, давайте и дастся вам. Но как вам дастся, определяется тем, с каким отношением вы даете. Но если каждое пожертвование для вас – бремя, оставьте себе эти два с половиной доллара и купите себе на них Милки-Вэй. Если вы делаете что-то для Бога, но считаете это бременем, плода не будет. Никакого. Повернись к сидящему рядом и скажи, измените свое отношение. Кто-то скажет, пастор Доллар, я хочу быть настоящим, я не хочу заниматься самообманом, мне не хочется делать этого на самом деле, как же мне быть? Начните молиться Богу. Господи, помоги мне захотеть. Просите Бога помочь вам захотеть жить для Бога. Дай мне радость по спасению моему Господи. Что вы делаете таким образом? Вы настраиваете себя, вы создаете настрой. В послании к Фессалоникийсам говорится, вот воля Божья для вашей жизни, будьте благодарны и благодарите. Это Божья воля для вашей жизни. Почему из всего этого Бог сказал эти слова, будьте благодарны? Почему? Потому что благодарность позволяет нам сохранить настрой, который позволит Ему проявлять себя в нашей жизни, чтобы привести нас к успеху. Но когда вы жалуетесь, когда вы ропщите, когда служение Богу бремя, вы воздвигаете стену между вами и Богом. И Бог ничего не может для вас сделать, потому что вы неблагодарны. Вы только жалуетесь на то, что вам чего-то не хватает, или у вас чего-то не получается. Почему я никак не выйду замуж? Вы тем самым продляете срок тьмы в вашей жизни. Вы задерживаетесь на одном месте, потому что это проявление неблагодарности. А когда человек неблагодарен, он проявляет непочтение Богу. И Бог говорит, «Вот воля Божья для вашей жизни. Благодарите и будьте благодарны, а вы жалуетесь и сетуете». Это непочтение. Корень жизненных неудач — это непочтение. Давайте откроем второе послание к Коринфянам. Все меня понимают. Не молчите так. Если вы роптали, просто покайтесь. Господи, прости меня. Второе послание к Коринфянам, 9 глава. Многие люди, которым нравится учение о преуспевании, терпеть не могут этот отрывок. Друзья мои, мы должны понимать главную причину, почему это работает. Мы должны понимать истинную причину. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Второе к Коринфянам, 9 глава. Начнем с 6 стиха. «Кто из вас знает, что Бог желает избавить вас от бедности?» Шестой стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». То есть, если даешь мало, то мало и получаешь. Если даешь много, то и получаешь много. Вот что значат эти слова. А теперь седьмой стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Что здесь написано? «Каждый уделяй по расположению сердца, а не с принуждением». «Давать с принуждением» значит давать с неохотой. Вам не хочется. Здесь говорится, что давать надо от чистого сердца, искренне желая дать. Не соскрежет он зубов, потому что если вы будете отдавать с неохотой, это повлияет на урожай. Отношение в момент даяния определяет, будут у этого даяния плоды или нет. Послушайте, как седьмой стих звучит в расширенном переводе Библии. «Пусть каждый дает столько, сколько решил и насколько расположено его сердце. Не с неохотой и печалью, и не с принуждением. Ибо Бог любит, ценит больше всего и никогда не оставит, дающего доброхотно и с радостью, дающего от всего сердца. Давать от всего сердца. Давать, потому что любим Бога. И даем от чистого сердца. Давать, потому что мы почитаем Бога. Давать от всей души, потому что это проявление уважения к Богу. Такому человеку не нужна заповедь жертвовать или давать десятину. Он говорит, я люблю Бога и делаю это с радостью. Я делаю это из благодарности. Я признаю, что Бог благословил меня. Рука Его над моей жизнью. Он благословил меня. Он помог, когда мне нужна была Его помощь. И за то, что Бог делает для меня каждый день, я хочу уделять Ему часть того, что Он дает мне. Вот это и есть правильное отношение. Это и есть правильное отношение. А неправильное отношение — это денег моих хочешь. Неправильное отношение — это, почему они постоянно говорят о деньгах. Неправильное отношение — это... Все это неправильное отношение. Это мирское отношение, цель которого — увести вас от истинных причин того, почему мы делаем то, что делаем. «Мир не почитает Бога. Люди в миру не ценят Евангелие, но вы слушаете их, и вы обесцениваете то, что делает Бог. Теперь даяние — бремя для вас, потому что вы слушали не тех людей и настроили себя на основании того, что говорят они, вместо того, чтобы настроить себя в соответствии с Божьим Словом». Но если вы поймете, почему люди уделяли такое большое значение даянию, особенно в 9 главе 2 послания к Олимпинам, если Бог бы благ вам, если Бог помог вам, если Он исцелил вас, если дал вам обеспечение и защиту, принести дар в Дом Божий никогда не будет для вас проблемой, ведь вы любите Его, вы благодарны Ему, и вы любите Его, и вам нравится служить Ему. Есть люди в вашей жизни, которые так много сделали для вас, и если такой человек просит вас о чем-то, вы радостно откликаетесь на просьбу, вы рады сделать, потому что он много сделал для вас, вы счастливы помочь Ему? Но мы утратили эту радость даяния, потому что в нас поселился страх, проповедник только и хочет, чтобы выудить наши деньги. Это обман дьявола. Попробуйте зайти в продуктовый магазин, возьмите крупы и молока, и уходите, ничего не заплатив. Посмотрим, как у вас получится. Вам скажут, вы должны заплатить, но мне нужны эти продукты, а нам нужны деньги за эти продукты. Вам что, нет дела до того, что я голоден? Нет, не все равно, но вы должны заплатить и за крупу, и за молоко. Вот эти люди действительно хотят от вас только ваши деньги, но никто ведь на них не жалуется. Вы должны быть бдительны, чтобы не допустить такого же настроя, как у мирских людей. Мирской настрой противостоит Божьей воле, и он приводит вас к бедности. В Ветхом Завете мы читаем о больших застольях в честь Божьих совершений. После любого великого дела Божьего, кто-то строил алтарь и говорил, мы должны отдать что-то Господу. Каждый раз, когда Бог спасал, находился человек, который призывал людей, мы должны воздать Господу. А ведь Бог делает для нас что-то каждый день. Каждую неделю у нас есть возможность войти в Божий дом с благодарностью. Я прожил еще одну неделю, и я не приду к Богу с пустыми руками. Я не приду с пустыми руками. Я должен хоть что-то принести Богу. Он был так благ ко мне. Вы представить себе не можете, что сделал для меня Бог. Вот таким должно быть наше отношение. Если бы у всех в церкви было такое отношение, не было бы проблем с десятиной, не было бы проблем с даянием. Благодарность Богу. Вот единственное правильное отношение. И никто не сможет остановить нас в нашем даянии. Аллилуйя. Но если вы делаете это с ропотом, да, я сделаю, но мне не хочется. Да, я приду в церковь, но мне не хочется. Я буду молиться, но мне не хочется. Вы должны управлять своими чувствами, а иначе они будут управлять вами. Вы слышали? Вы должны управлять своими чувствами, а иначе они будут управлять вами. Управляйте своими эмоциями, чтобы ваши эмоции не управляли вами. Ничего не делайте с ропотом. Что вы делаете для Господа, но с неохотой? Пришло время поступать правильно и не считать это временем. Я не буду прелюбодействовать, и это не бремя. Я рад, что послушен Богу, ведь мое тело — храм Святого Духа, и я буду прославлять его в храме. Вы будете счастливы, потому что делаете правильный выбор. Попросите Бога помочь вам желать поступать правильно. Почему люди хотят поступать неправильно? Всегда есть искушение поступить неправильно. Почему всегда приходится бороться с желанием сделать что-то неправильное? Почему мы не можем это изменить? Я всегда хочу поступать правильно, и это желание движет мной. Мы должны изменить свои мотивы и держаться подальше от негатива, который потоком льется с экранов телевизоров и страниц газет. Мир хочет, чтобы мы мыслили, как мирские люди. Мир противостоит вашему успеху. Вы видите, как вас обманывают. А если это не работает, тогда мир стремится дискредитировать учителя, чтобы дискредитировать Евангелие. Нападки вовсе не на Крефла и Тефи Доллар. Когда Крефла и Тефи проповедуют, дьявол просто пламенеет злостью. Я не хочу, чтобы люди слушали их. Я не хочу, чтобы они думали, что это истина. А потому сделаю все, чтобы дискредитировать проповедника. Чтобы дискредитировать проповедь. Когда я это понял, я перестал волноваться о том, что обо мне говорят. Я не хочу, чтобы дискредитировать.